Форум Архивразия Форум Архивразия А с другой стороны, есть региональное отделение Союза Архитекторов России, членом которого я являюсь. Мы, Союз Архитекторов, проводили ежегодный конкурс архитектурных проектов «Рука мастера». Но вот получилось так, что эти оба конкурса, и Евразийская премия, и рука мастера, как-то немножко в последнее время стали сдавать. Ну и вот родилась идея объединить их в один конкурс, назвать его также по старой памяти Евразийской премией международный конкурс, но вручать там гран-при, это рука мастера, за те проекты, которые победили. Для того, чтобы оценить эти проекты, мы пригласили звезд мировой архитектуры, они оценивают по интернет-голосованию лучшие проекты. Они уже вот сейчас оценили, пока материалы обрабатываются, но вот я сегодня заглядывал туда, достаточно интересные проекты, сейчас идет такое интернет-голосование всех, кто, вот вы можете, я могу поучаствовать. То есть простые люди могут выбрать проект, который им больше понравился. Да, могут выбрать и оценить проект, который им понравился. Тема проектов вот этого конкурса в этом году жилье, расселение, ну мы выбрали самую злободневную тему, которая сегодня интересует всех. Все, что связано с жильем, там номинации есть и градостроительство, и градостроительная система, и урбанистика, и дизайн городской среды, и конкретно само жилье, то есть это жилищные комплексы, жилые комплексы, малоэтажное, многоэтажное жилищное строительство. Дизайн, дизайн среды, дизайн интерьера, опять же жилья. То есть вся тема посвящена вот теме жилье, расселение, агломерации и так далее. То есть расселение ветхого и аборийного жилья, это злободневная тема. Ну нет, эту тему мы не обсуждаем. Мы все-таки смотрим те достижения архитектуры в области проектирования жилых зданий, жилых комплексов, каких-то районов городских, ну и городов тоже. А вот почему называется Евразия еще, я дальше проду, тема, конечно, интересная. Вот красивое название, Евразийская премия, но она как-то не отражала ту географию участников. Поэтому мы решили немножко, может быть, сузить в этом году тематику. И если уж мы говорим об Евразии, то давайте говорить о двух, так сказать, странах, частей Европа и Азия. Границы Европы и Азии, вы знаете, проходят через Уральский хребет. И мы, Екатеринбург, находимся в самом центре этого евразийского континента. Ну и вот эта тема Евразийская премия, мы подумали, а как ее объединить? И вот знаете, издавна существовало, что Европа и Азия соединял так называемый шелковый путь. Знаете, начиналось там с верблюды. Шелковый путь немного чуть не здесь проходил. Он проходил южнее, но тем не менее он связывал Европу и Азию. Сейчас шелковых путей много. В том числе, если раньше это были верблюды, верблюжи, какие-то такие сообщения, то сегодня это в основном железнодорожный транспорт. А Транссиб, который идет из Европы в Азию, он проходит через Екатеринбург. Вообще существует несколько направлений, там северная ветка, северный шелковый, центральный, есть южный, есть даже морской шелковый путь. Но вот северная ветка и центральный, они проходят через Екатеринбург, сливаются как раз в нашем городе и дальше идут в Европу через Белоруссию, Польшу, Германию. Вот издавна этот шелковый путь, он объединял разные народы, культуру, не только торговля, но и культура в первую очередь. И вот мы так подумали, вот знаете, сидишь в вагоне поезда, едешь откуда-то из Китая, и у тебя буквально перед глазами проносятся, открываются, проходят разные города, селения, и ты буквально за несколько суток переходишь из одной страны совершенно в другую, и у тебя вся картина изменилась. И мы видим черты какие-то совершенно самобытной архитектуры тех стран, через которые проезжаем. Но архитектура, она вот сейчас стала такая более не универсальная, что ли, но она объединяет уже черты различных совершенно, так сказать, национальной идентичности, в силу того, что архитектура это еще и достижение науки и техники. Поскольку наука и техники развиваются у всех одинаково, то вот и архитектура стала сближаться. И тем не менее, какие-то свои национальные черты присущи каждой стране. На сегодняшний день это все-таки осталось, да? Осталось. И даже вот если говорить о жилье, о расселении, мы четко видим азиатский тип расселения. Да, это многоэтажные дома, такие монстры. И в то же время, если взять Европу, там не гонятся за высотой, это какая-то среднеэтажная, такие небольшие квартальчики, это тоже особый тип расселения. То есть, можно сказать, Екатеринбург принадлежит к Европе и Казе. У нас есть как высотки, так и малоэтажные комплексы жилые. Ну, все верно, все верно. И вот мы как раз подумали о том, что было бы интересно собрать, не просто провести архитектурный конкурс, который мы вот проводим, и итоги его будут подведены в ближайшем будущем, но и провести форум, так сказать, архитектурный, где бы мы пообсуждали с архитекторами различных стран пути развития современной архитектуры, жилища, современных принципов расселения. Особенно это интересно и важно для стран шелкового пути, для тех, кто сегодня развивается. Та же Монголия, тот же Урал, Сибирь в России. Да, это зоны, где могут появляться новые поселения. Ведь это же не освоенные территории в широком смысле слова. Поэтому как их застраивать, каким образом? Как проходить реконструкцию существующих городов, например, Европы, где уже новых расселений не бывает, но они понимают, как расселять, как все равно же идет развитие, и как они вливаются в существующую структуру городов, затрагивая те или иные области развития города. Вот этот форум призван как раз сесть за круглый стол и обсудить. То есть помимо того, что мы проводим архитектурный конкурс, где будут выявлены победители международные, но мы хотели бы провести и международный форум архитекторов, которые бы обсуждали, пообсуждали вот эти темы. Еще раз говорю, мы надеемся, что это будет ежегодный конкурс. В этом году тема жилье, в следующий раз мы, может, выберем совершенно другую тему. Но вот эта тематика будет задаваться, и архитекторы разных стран будут обсуждать. Это, конечно, нам бы хотелось. Конечно, трудно собрать архитекторов разных стран сюда, к нам. В мире существует сегодня много различных симпозиумов, форумов, в том числе и азиатских, и европейских. Но нам все равно хотелось бы объединить их здесь у нас, на нашей площадке в Екатеринбурге. Можно сказать, что у вас форум объединит как профессионалов архитектурного рынка, грубо говоря, так и простых людей, где простые люди послушают профессионалов, профессионалы могут послушать простых людей, и могут к чему-то единому прийти. Что, собственно, немаловажно в наше время. Я думаю, на пленарном заседании этого не произойдет. А вот архитектурный мост, где будут архитекторы делиться своими, так сказать, опытом, там, да, там, наверное, будет интересно и непрофессионалам, потому что это открытая дискуссия, и можно и послушать, и выступить, и высказать свои мнения о развитии города, о развитии жилища. Ну что ж, большое спасибо, Михаил Борисович, за рассказ того, что будет происходить на Архивразии. Ну, а вам, дорогие телезрители, если понравилось, то приходите, я думаю, организаторы будут рады всем. Да, особенно на выставку проектов победителей, будет очень там интересно.